История с продолжением расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту издевательства над несовершеннолетними детьми в детском лагере «Золотой колос» продолжается. Следователи установили личности воспитанников лагеря, заснятых на видео. Это дети в возрасте от 8 до 10 лет. А также личности вожатых, которые участвовали в съемках видео. Два 18-летних первокурсника местных вузов, один из которых в 2010 году был осужден за кражу к 80 часам обязательных работ. Еще один – это 22-летний, нигде не обучающийся и не работающий житель города Чебоксары. Кроме того, также установлена личность молодого человека, который снимал это видео. Это 35-летний, нигде не работающий, не учащийся житель города Чебоксары, который в 2006 году привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. К двум годам лишения свободы условно. 35-летний молодой человек, который снимал это видео, он ни в каких трудовых отношениях с лагерем не состоял. В настоящее время мы проверяем, каким образом он оказался в ночное время суток на территории лагеря. Увестно, что директор оздоровительного лагеря «Золотой колос» уволен с работы. Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Кроме того, в СУСКе в рамках уголовного дела проверяют обращения от родителей, дети которых пострадали от этих псевдовожатых. Следственное управление Следственного комитета призывает родителей, чьи дети, возможно, также пострадали от неправомерных действий вожатых, либо иных сотрудников лагеря во время пребывания в нем сообщить об этих действиях следователям по телефону 580-582-5804-77.